Привет, меня зовут Макс Беловусов, я специалист по маркетингу и занимаюсь маркетингом уже порядка 10 лет. У меня есть свое агентство. Сегодня мы поговорим про такую интересную тему, которую мало кто затрагивает, но она супер популярна за рубежом. И сейчас она является одной из самых фундаментальных вообще в принципе темы в маркетинге. Это триггерная карта касаний, либо как еще это называется, Customer Joining Map, карта пути клиента и понимание, как превратить клиента, который о вас ничего не знает, в вашего фаната бренда. Итак, смотрите, карта, триггерная карта касаний, она состоит из определенных реперных точек. Каждая точка, она символизирует определенное состояние клиента, где клиент находится в определенном раздумье. Первое состояние клиента формируется, исходя из вопроса, у меня есть какая-то проблема, я хочу ее решить, но я не знаю, как ее решить. То есть первое состояние клиента, оно обуславливается наличием проблемы, но при этом клиент не понимает, как ее решить. Это состояние я называю состояние жертвы. Как правило, состояние жертвы клиенты не понимают, скажем, если говорить про похудение, они не понимают, как им похудеть. То есть есть большое количество возможностей похудения, это, скажем, БАДы, какие-то добавки, тренажерные залы, диеты, куча-куча всяких моментов того, как это можно реализовать похудение, но он не знает, что выбрать. Второе состояние клиента, когда он уже определился с тем, как ему решить данную проблему, но он не знает с кем. То есть важный тут момент, с кем решить мою проблему. То есть получается, он понял, что он может похудеть с помощью, скажем, тренажерного зала. Соответственно, он отмел все остальные варианты того, как ему похудеть и выбрал тренажерный зал. Теперь его задача выбрать правильный тренажерный зал. Соответственно, состояние 2 характеризуется чем? Я знаю, как решить мою проблему, соответственно, с кем я ее решу. Тут уже входит момент такой, как разные уровни конкуренции. Есть разные уровни конкуренции тренажерных залов. Первый уровень конкуренции просто по наличию. То есть, скажем, если ваш бизнес находится где-нибудь там, скажем, на Чукотке, и там, возможно, мало тренажерных залов, то вы, открыв там тренажерный зал, будете всегда иметь клиентов, потому что тут имеется в виду как конкуренция по наличию. То есть, ну, вам не с кем просто конкурировать. Второй уровень конкуренции – это по предложению. Скажем, в Москве куча тренажерных залов. Они все конкурируют друг с другом. И просто конкурировать по наличию, ну, сами понимаете, невозможно. Соответственно, нужно каким-то образом отличаться от остальных тренажерных залов тем, что это называемый бандл, связка, то есть связка предложения. Помимо, скажем, годового обслуживания в тренажерном зале, вы получаете там бассейн, питание, там, личного тренера, предположим, да. Тут уже мы конкурируем в плане предложения, либо цены. Дальше самый топовый уровень конкуренции – это уровень конкуренции по эмоциям, которые клиент получает. Тут чаще всего вступает в работу клиентский сервис. То есть, предложение может быть одним и тем же, но за счет клиентского сервиса мы выигрываем в нашем предложении. Вот. Это второе состояние клиента. Еще раз, да, первое состояние клиента, когда у меня есть проблема, но я не знаю, как ее решить. Второе состояние клиента – я знаю, как решить мою проблему, но я не знаю, с кем. И третье состояние клиента – когда он определился с тем, как ему решить проблему, с кем ее решить, и он ее решил. Соответственно, третий уровень состояния клиента охарактеризовывается вопросом, какой опыт я получил. Если опыт был положительный, то я становлюсь фанатом этого бренда, фанатом данной компании и начинаю рассказывать о данной услуге данной компании своим друзьям, близким, знакомым. Если мне не понравился опыт, который я получил, то я становлюсь, соответственно, негативным комментарием где-нибудь в социальных сетях или вообще там, не знаю, то есть у меня негативный опыт по отношению к вашей компании. Вот. Это три основных состояния клиента. И триггерная карта, задача триггерной карты, это перевод из одного состояния клиента в другой. При этом точек касания может быть до 20-30, а то и там 100, в зависимости от того, насколько сложная услуга. Ну, предположим, какой-нибудь тур на Бали, да, то есть вот вроде как сложная, непонятная услуга, зачем людям ехать на Бали, если можно в Турцию либо в Сочи. Таким образом, что мы должны сделать? Мы должны выписать, опять же, три состояния клиента. Чем они обуславливаются? Какие страхи, мотивы, переживания на каждом из этапов? На первом этапе, когда клиент думает, куда ему потратить деньги, где ему отдохнуть, мы должны ему объяснить, что отдых на Бали – это самое лучшее, что может быть вообще. Каким образом? То есть мы держим в голове, что у него есть деньги, у него есть свободное время, и мы должны его склонить к тому, чтобы он купил наш тур. Таким образом, вспоминаем, первое состояние обуславливается. Есть проблема, и я не знаю, как ее решить. Какая может быть проблема у людей, которые потенциально могут купить тур на Бали? Скорее всего, они уже где-то были, они где-то уже ездили, они уже присытились обычными какими-то стандартными турами на море и так далее. Таким образом, мы понимаем, что наша сильная сторона – это, возможно, какой-то эксклюзив в плане природы, там, нетворкинга с интересными людьми, потому что на Бали сейчас приезжают реально крутые, интересные личности. Таким образом, мы можем это надавить. И в первом этапе мы клиента переводим из состояния «есть проблема, но я не знаю, как ее решить». Состояние «я знаю, как решить эту проблему, но я не знаю, с кем». Соответственно, все, мы его уговорили, что он должен ехать на Бали, лететь. Дальше, мы должны ему продать идею того, что он должен лететь на Бали именно с нашей компанией. Как мы это сделать должны? Опять же, выписываем страхи, мотивы, переживания. Чем обуславливается ее состояние в данный момент времени у клиента во втором шаге. И понимаем, что ключевым моментом для выбора тура, если говорить про Бали, это, скажем, цена и, не знаю, авиакомпания, предположим. Все, мы об этом знаем, говорим. У нас вот такая вот надежная авиакомпания и цена всего тура у нас вот такая. То есть мы работаем в уровне конкуренции цена и предложения. Если мы понимаем, что, в принципе, цена и предложения везде одинаковые, мы можем выйти на уровень конкуренции «Эмоция». «Эмоция» работает с помощью клиентского сервиса. То есть мы можем сказать, что да, цена везде одинаковая. У нас дороже, потому что у нас лучший клиентский сервис, у нас лучшие гиды, у нас лучше прописана программа отдыха, у нас лучше выбраны рестораны и лучше еда. А еще у нас есть выступления различных спикеров, коучей, там, не знаю, каких-нибудь духовных целителей, лидеров и так далее. Все, это дополнительная ценность, дополнительная мотивация для клиента выбрать нас. И третье состояние, когда он съездил, ему понравилось и он получил определенную эмоцию. Таким образом, в третье состояние он переходит в состояние фанат личного бренда, адвокат личного бренда, начинает нас рекомендовать другим своим знакомым, близким родителям, девушкам, братьям, сестрам и так далее. То есть, на примере, казалось бы, сложной услуги тур на Бали, мы прописываем все точки касания, все триггеры, которые мы можем использовать, чтобы перевести клиента из состояния 1 в состояние 2, из состояния 2 в состояние 3. И, соответственно, выбираем, с помощью каких инструментов мы коснемся с клиентом, чтобы ему передать определенное понимание нашей услуги продукта. Предположим, в первом состоянии мы выбрали три триггера любопытства, социальное доверие, авторитет и рационализм. Вот три триггера. Вот, любопытство. Мы можем ему показать какую-нибудь статью про Бали, то есть рассказать больше про данную страну. Триггер социального доверия. Туда ездят звезды. Если звезды туда ездят, значит, там что-то стоящее, потому что вряд ли звезды будут тратить свои деньги и время на что попало. И рационализм – это объяснить человеку то, что, скажем, сейчас большинство людей летают туда-то, туда-то. Там много людей русских, и это уже популярные места для отдыха. Они уже распиарены. А если вам хочется попробовать что-то новое, вам не хочется, чтобы там было много, скажем, людей на пляже, и цены, в принципе, плюс-минус хорошие, то ваш выбор – это Бали, потому что это не настолько сейчас сильно распиаренное место, и стоит хотя бы раз там побывать. Еще раз, то есть у нас есть определенная триггерная карта. То есть это можно сравнить с отношением мужчины и женщины. То есть первое, мы хотим просто с ней познакомиться, говорим привет, дальше мы ее приглашаем на свидание, после этого мы дарим ей букеты, не знаю, там пишем о ней песню, после этого мы там едем куда-нибудь, чтобы узнать друг друга поближе. И это период, это путь, понимаете? То есть сразу вряд ли кто-то согласится. Большая ошибка предпринимателей в том, что большинство владельцев бизнесов, они идут сразу в Яндекс, в Гугл, вбухивают большое количество денег и работают со сформированным спросом. Но сформированный спрос, если брать вот пирамиду клиентского спроса и вообще емкости рынка, то сформированный спрос – это вот маленькая вот эта вот вершинка, вот этого айсберга, примерно 5%. Оставшиеся 95% – это люди, которые потенциально могут быть вашими клиентами, но у них еще не сформирована потребность, то есть они еще не вбивают конкретно в Гугле, в Яндексе «хочу на Бали». Они могут вбивать дешевый отдых за рубежом, интересные места за рубежом, да, и при этом конкуренты, они не таргетируются по этим запросам, потому что они не работают с несформированным спросом, они даже не задумываются о том, а как можно цеплять клиента заранее. При этом не за 300 рублей платя за клик, а, скажем, за 10, за 20, потому что там дешевле, но там и людей больше. И самое-то крутое в том, что маркетолог, понимая это, может цепануть людей дешевле заранее и провести их, соответственно, из состояния 0 в состоянии 1, из состояния 1 в состоянии 2, сэкономив кучу денег на рекламном бюджете, собрав базу лояльных потенциальных клиентов и там раскачивая социальные сети. Спасибо за внимание. С вами был Макс Белалусов, специально для университета бизнеса Банка «Форел Тип». Банка «Форел Тип»